всем привет добро пожаловать на эфир с вами хана зельцер мы подождем пару минуточек пока все подключиться к нам всем привет сейчас мне кажется у всех больше времени из-за карантина уделять внимание учебе эфиром торе всем шалом и об этом мы с вами будем говорить об испытаниях мы сегодня с вами поговорим кому они достаются самые жесткие испытания каково это быть праведником да и как в любой ситуации уметь благодарить всевышнего и мы буквально пару секундочек подождем пока все подключатся всем шалом всем привет хорошего вечера я надеюсь все здоровы всем шалом всем привет как у вас всех дела я надеюсь что все кто здесь сейчас все здоровы все чувствуют себя хорошо всем шалом шалом из донецкой области шалом шалом из аждода шалом с израиля всем шалом все подключаются мы пару пару секунд ждем, пока все подключаются, пока все поздороваются. Всем шалом! Всем шалом! И отлично, я уже вижу, народ подключается. Всем шалом! Всем шалом! 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 Хорошего вечера! Поздороваемся друг с другом! Всем шалом! Я рада, что все уже подключаются потихоньку. И мы сегодня с вами затронем такую тему, как испытания что это такое и кому обычно даются эти испытания если мы заглянем в нашу всем шалом из карантинного сан-диего у нас тут ваш дозе у нас израиль тоже весь в карантине поэтому мы понимаем вас сан-диего мы с вами мы все держимся много нам здоровья всем вы знаете я болею уже где-то третью неделю у меня насморк я себя плохо чувствую я прочитала симптомы коронавируса я так обрадовалась что у меня насморк потому что в коронавирусе не может быть насморка так я такая я не больна коронавирусом во всем можно найти хорошее всем шалом яков людмила ирина никулина подключилась всем шалом рада вас всех видеть друзья итак мы сегодня с вами поговорим на такую тему как испытания кому они обычно даются как уметь благодарить так хотя казалось бы за испытания не хочется благодарить всем шалом итак если мы заглянем в нашу историю то мы поймем что праведником быть очень и очень и очень тяжело и более того я бы даже не хотела быть на месте праведника нам кажется что праведник это почет все тебя уважают да ты на ты на огромной связи со всевышним да тебе легко казалось бы легко соблюдать заповеди да то есть полностью 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 мы тут нам кажется что праведником быть классно и легко но если мы заглянем в нашу историю и посмотрим на судьбы да на судьбы наших праведников авраам и цхак яков рифка сара рахель мы увидим какие у них были испытания которые они принимали с любовью то мы поймем что нет 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 быть праведником это очень тяжело выстоять это все да например авраам у него было десять испытаний одно из которых известно всем оно было самое масштабное да это принести в жертву своего сына конечно авраам в какой-то момент он мог сказать всевышний что ты от меня хочешь да как мы мы можем себе позволить да так сказать всевышний что ты от нас хочешь зачем ты нам даешь все эти испытания зачем но при этом авраам он держался потому что он был праведником он принимал это с любовью более того сказано что он уже смирился с этой мыслью что он принесет своего сына в жертву всевышнего да он уже привязал его уже поднял руку да уже замахнулся и ангел всевышнего остановил его да и сказано что он таким образом до прошел испытания потому что его остановили то есть он был настолько уже полностью готов это совершить до что его просто остановили и это не только авраам да даже посмотрим иосиф которого продали в рабство до сказалось бы он такой весь праведный он любимчик якова любимчик папы он попал в рабство где там змеи скорпионы это рабство не понятие в современном мире это если подумать как в том как в те времена было рабство это просто жуть какая-то да это не тебе воды не тебе еды нормально не тебе питья не тебе условий не то что даже комфортных а просто жизни жизненно необходимых до условий ничего там не было но при этом он приходит это испытание и и попрошу заметить после испытания всевышний награждает иосифа как он его делает важным человеком в египте то есть он становится правой рукой фараона он прошел свои испытания всевышнего награждает теперь мы знаем наша праматерь сара какое у нее было испытание не было детей она даже взяла помощницу всем шалом она даже села помощницу до служанку для своего мужа авраама чтобы она рожала ему детей настолько она любила своего мужа что ладно пусть тебе это служанка рожает детей и это служанка на агарь она над ней смеялась что у нее не было детей то есть представьте каково это отдать грубо говоря мужа другой женщине которая рожает ему детей а у самой не получалось детей да то есть это очень-очень такая работа над собой скажем так чтобы не поддаваться искушение не знаю даже чтобы не возобить ко всевышнему да и она прошла это испытание и всевышний что делает да он ее награждает он ей говорит что у нее будет сын что у нее будут дети она смеется из-за этого они назвали сына ицхаком и если мы вообще взглянем на историю каждого праведника у всех есть испытание более того вы знаете есть такая книга называется книга иова и вот в ней просто происходит жуть значит мы немножко сейчас ее это истанаха мы немножко и сейчас разберем и итак у нас есть дано праведник которого зовут иов у него есть все он праведник он успешный он богатый он у него большая здоровая семья у него есть почет то есть у него есть все для комфортной жизни у него есть все и значит сидит сатан возле всевышнего и говорит легко иову соблюдать когда у него есть все легко ему когда у него есть деньги и богатство легко ему когда у него есть почет легко ему когда его все слушают да когда его все любят легко когда такая замечательная семья а вот если и действительно всевышний решил испытать иову посмотреть как он поступит если у него не будет всего этого и и это очень страшно что постигла его то есть он потерял часть своей семьи не про нас будет сказано да он потерял все свои деньги. Сказано, что из-за того, что с ним начали происходить такие ужасные события, то все, кто его окружали, они начали думать, ага, Всевышний бы такому праведнику не посылал бы такие наказания, значит, он фальшивый, значит, он в тихушку, чтобы никто не видел, нарушает, значит, он такой плохой, и все начинают, конечно же, отворачиваться от него, проклинать его, в общем, его постигло, представьте, человек, которого все уважают, все восхищаются им, и тут он просто превратился не то, что в ничто, а во врага, да, все его начинают проклинать. Спасибо большое, спасибо, да, всем нам надо здоровья. И, значит, его начинают этого его все проклинать, просто что происходит с этим человеком, его все проклинают, у него нет богатства, нет почета, половина семьи умерла, и его настигает болезнь, он начинает очень-очень сильно болеть, и в это время его праведная жена, даже его жена начинает уже говорить ему, ну ты же праведный, у тебя же есть власть, ты можешь проклясть весь этот народ, что ты молчишь, ты можешь потребовать у Всевышнего, что ты молчишь, что ты молишься ему, как ты еще можешь молиться Всевышнему, то есть даже уже его жена начала роптать и кричать на Всевышнего, как ты смеешь, но наш Иоанн все равно говорит, нет, значит, это для чего-то Всевышний посылает, и он это принимает, да, то есть это какая работа над собой, что, ну, у человека было все, и в один момент нет ничего, но он продолжает служить Всевышнему, и в конце этой книги написано, что Всевышний все-таки открылся ему, и понятно, что сказал, что это было испытание, и, конечно, он ему вернул и почет, и деньги, и здоровье, и как бы, и он продолжит, то есть у него было вот такое испытание, то есть он был, жил себе шикарно, у него было все, 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 в один момент просто дно, яма, да, вот просто человека нет, нет человека, да, не физически его нет, ну, грубо говоря, не духовно, то есть его нет, и потом Всевышний его как бы поднимает, и мы видим из наших, из вообще наших праотцов, о которых мы уже с вами разговаривали, что Всевышний, он всем праведникам посылает испытания, не из-за того, что он их не любит, как раз из-за того, что он знает, что они могут устоять, что они могут дальше прославлять его имя, да, и с любовью принимать это, и так далее, и Всевышний хочет их за это награждать, и во многих наших историях мы видим, как Саре, он успел дать ребенка, Иосиф, он стал правителем, да, Якову достоился увидеть своего сына опять живым, ну, то есть, что Всевышний при жизни награждает, но, например, если мы взглянем на смерть рабе Акивы, он умер очень-очень тяжелой смертью, и при всех он отрекся принимать римские там уставы и законы, и при всех, при вселюдно очень ужасной смертью он покинул этот мир, и тогда задаются, все задают вопрос, а как так, как он этого человека испытал, да, но не наградил его, и тогда ему сказали, что Всевышний его наградил, но в грядущем мире. Теперь про грядущий мир. Вы знаете, есть такая история, я ее очень-очень люблю. Итак, в животике у мамы сидят два близнеца, и один говорит второму, ты знаешь, мы умрем. Никто не возвращался из того мира, в котором мы скоро родимся. Никто не возвращался, никто не знает, что это за мир. Там война, там плохо, там холодно, никто не возвращался, там так ужасно, да, и значит, и он против этого мира, и он пытается доказать, что ничего нет, что это все зря, что все тлен, а второй близнец ему говорит, нет, ты что, там есть жизнь, там есть ангел-мама, там у нас есть возможность развиваться, да, делать заповеди, да, то есть жить эту жизнь счастливо, стараться что-то делать, оставить свой след на этой земле, да, то есть второй близнец всячески пытается убедить своего брата, что есть жизнь, что да, мы родимся, есть там ангел-мама, а второй малыш, да, он начинает спорить, нет, никто не возвращался, все мы, все умираем, значит, зачем я тут живу, то есть такой пассивный, и вот эти близнецы в животе у мамы приравниваются к нам в этом мире. Многие из нас могут быть как тот первый малыш, да, и сказать, что никто не возвращался с того мира, да, значит, все тлен, там все плохо, да, то есть нет награды в будущем мире, мы можем быть как этот малыш, который думает, что нет мамы, что никто не возвращался, что все так плохо, но мы можем быть как тот второй малыш, который верит словам Всевышнего, идет по законам Торы, который знает, что в будущем, в грядущем мире, если я не грешу, не убиваю, не ворую, да, если я не заставляю Всевышнего наказывать меня, да, если я порядочный человек, и я заслуживаю себе долю в будущем мире, то значит, он есть этот будущий мир, то есть мы можем себе выбрать, либо мы первый близнец, который не верит, либо мы второй близнец, который, да, верит, и все эти испытания Всевышний нам, понятное дело, посылает от любви, и очень многие испытания, которые мы думаем, что это все, как бы, не очень хорошее, да, то это все приведет, конечно же, к добру, и эту лекцию, я знаю, что уже, я знаю, что мы уже устали от этих вирусов, от этой темы даже, я не хочу заикаться и говорить, что за вирус уже все, потому что это уже везде, 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 я просто хочу сказать, что у меня есть две мысли на этот счет, первое, это что, это приход Машеха, понятно, что мой мозг пытается всячески это отрицать, да, что, нет, нет, ну я же привыкла жить такой жизнью, не, ну мы хотим еще успеть поездить, не, ну у меня ребенок, я хочу, ну то есть пытается мозг как-то это отрицать, да, найти мнение, это не Машех, не Машех, или второе, что даже если это не Машех, хотя я думаю, что это Машех, то Всевышний специально сделал так, чтобы мы задумались, да, вот почему люди не ходят на работу из-за карантина, потому что остановись, хватит этой погони, подумай, побудь с детьми, побудь с семьей, да, остановись, просто очисти свою голову, пойми, куда ты идешь, с кем ты идешь, да, я здесь, я твой творец, то есть Всевышний таким образом пытается что-то сказать нам, и здесь нужно во всем видеть творение Всевышнего, потому что в этом мире Всевышний все создал во славу свою, во всем мы должны находить Всевышнего, да, находить для чего он это сделал, находить положительное, что это не, потому что Ашем хочет нам что-то сделать, злое и плохое, ни в коем случае, ни в коем случае, да, это как маленькие, эй, народ, вы куда, я здесь, обратите на меня внимание, да, вот, поэтому все, я желаю, чтобы нас, чтобы нас Всевышний оградил от испытаний, чтобы послал нам много благословений, спокойствия, уют, радость, обязательно здоровье, да, понимание и принятие Всевышнего с радостью, сил нам духовных и материальных, богатства духовного и материального в этом мире, вот, спасибо всем за наш эфир, спасибо за то, что вы с нами, с Ваикра, спасибо Ваикра за возможности, вот, всем хорошего вечера, пожалуйста, не болейте, будьте здоровы и, вот, улыбайтесь, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok